всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал факью и мы продолжаем наши дневники трейдера друзья прошу вас сразу подписываться на все там вайберы шмайберы телеграмы на канал ставить лайки да напоминаю вам сразу что идет у нас розыгрыш на канале это розыгрыш живых денег годовой заработок канала мы разыграем среди наших подписчиков которые оставят комментарий и которые будут делиться данными видео дневниками трейдера со своими друзьями много быстро значит выговорил друзья делитесь обязательно потому что годовой заработок канала будет зависеть теперь только от вас чем больше вы будете делиться со своими друзьями данными видосиками да тем тем больше тем больше будет годовой заработок канала и тем больше мы с вами сможем разыграть первое место получит 40 процентов второе место получит 20 процентов третье место получит 20 процентов и вот и четвертое и пятое место разыграет между собой по 10 процентов дорогие друзья так что сколько это этих денег будет зависеть теперь только от вас чем больше просмотров наберут наши видео тем больше получите вы в конце года заработанных вами же денег итак друзья ставьте лайки пишите комментарии потому что определять победителя мы будем по комментариям а на этом пока что все переходим к обзору наших рынков итак друзья как вы видите вчера по евро доллару я тут нахватался стоп лоссов как блог да на одном месте три раза меня покусали все я надеялся что мы пробьем этот уровень один раз конечно я сделал грубейшую ошибку вошел внутри канала да но это было на резком импульсе нельзя короче такое дело давайте подетальнее разберем эту сделку вошли мы на пробое уровня до уровень был пробит вот и рассчитывали взять поход весь вверх но так а вам там видно хоть на видно и получается цена разворачивается резко против нас пошла пошла 140 пунктов в нашу сторону так чуть позже прочитаем пошла 140 пунктов в нашу сторону потом резкая на новости на европейской новости разворачивается вниз потому что ввп европы вышла хуже чем ожидалось вот и мы получаем стоп лосс но так как мы знаем что новость у нас обычно откуда стартует потом падает или растет резко вверх и потом обычно туда же и плюс минус возвращается так и произошло видите друзья но новость у нас принципе вернулась в то же место откуда вас стартовала стартовала вот она ну тут немного тут 7 пунктов до 7 пунктов немного она не дошла до того места откуда вас стартанула но потом продолжила тенденцию свою нападение то есть да я хотел отыграть отработать возврат новости да в свой диапазон но у меня ничего не получилось и получаю еще один стоп лосс думаю ладно да ладно провалились под уровень нижний пошатались пошатались один ложный пробой 2 ложный пробой ну думаю на третьем ложном пробое захожу захожу вверх от уровня к уровню да то есть не не могут протолкать цену вниз вот на третьем ложном пробое захожу и от уровня к уровню хотя бы возьму да тут сколько получается 200 пунктов захожу тут 100 100 на 200 да там или 70 70 на 210 зашел я в конечном итоге со 150 да потому что чтобы попрятать хвосты за хвосты получаю я еще один да ровно 147 пунктов стоп лосс 3 над уровнем и цена после этого как мне выдает здесь стоп лоссе ну гадина через полтора пункта разворачивается и шурует в нашу сторону но это просто какой-то трындец да ладно что мы видим на сегодня на сегодня цена до вечера подкатилась к верхней грани потом на токийской сессии немножечко ее откатили вниз теперь она один ретест пошла уровня 2 ретест и после этого ретеста резко отбилась вниз сформировав вот нам ложный до ложное пробитие с небольшим стоп лоссом видели мы ваши ложные пробития хотя неплохая неплохая такая барчик неплохой такой вылетел до аж на 180 пунктов вероятность отката обратно но опять же это на 50 это на 50 процентов надо всегда рассчитывать отката это будет плюс минус 90 нам надо входить здесь со 100 140 это 120 уже уже ну то есть не наши и у мы тут не на уровне ложный пробой делаем так как у нас по модели да хотя мы делаем вот на этом уровне ложный пробой ладно пускай пускай идет нас вот это вот внутри внутри канальная работа она нас вообще должна мало интересовать нам надо смотреть да ну тут и на часики в принципе тоже формируется на часики тоже формируется за уровень можно спрятать блин блин сейчас опять в какую-то всраку влезу и уже убежала цена уже 70 пунктов не не буду лезть это 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 утром накипишовал то же самое сегодня тоже получится короче работаем от от верхнего уровня на пробой потому что дальше цена будет лететь и ничего ее не будет держать все этот канал пока что оставляем консолидация конечно здесь дикая если уровень куда-то пробьет он будет лететь очень далеко и надолго это я вам сразу говорю потому что консолидация просто но опять же обычно обычно как это происходит да когда такая консолидация начинает собираться это вот у нас один день подошел к этим двум уровням второй день третий и на четвертый уже только куда-то цена начинает идти так что сегодня она может просто проколбасится тоже целый день между этими двумя уровнями и никуда не так поехали дальше дальше засранец канадец вот так я вам скажу засранец канадец почему засранец потому что выдал нам от стоп лосс да он выдает нам стоп лосс на 160 пунктов а потом засранец фугует на 1400 пунктов в ту сторону куда и мы и рассчитывали ну то есть получается получается что прогноз наш на движение цены был правильный да то есть рассчитали мы все правильно ну вот просто перед этим сходили заразы за стопами то есть взяли волотнули немного рынок на 270 пунктов вверх вот я и говорю да тут получается никогда не угадаешь это уже движение да в ту сторону вот допустим как туда вроде бы все красивенько прижимают каждый каждый часовой бар ниже предыдущего хайда все пробиваем новым открываемся хиряк вернулись обратно да опять ретест начинается у нас барчик пробойный формируется кстати на котором я и входил в рынок хиряк и обратно ну вот как 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 скажите мне ладно будем заходить теперь только на 4 ретест уровня просто-напросто и все раньше мы в ретесты они не считаются они просто подтверждают этот уровень по сегодня они уже не считаются или как ну то есть очень много нюансов друзья очень много нюансов это эти все нюансы для того чтобы хорошо торговать на рынке мы эти все нюансы должны поместить себе в башку если мы их сюда не засунем не запомним если мы это все не будем видеть мы просто не сможем работать мы просто не сможем зарабатывать деньги это точно так же как и в бизнесе если ты не знаешь нюансов своего бизнеса ты просто не можешь торговать ты просто не можешь реализовывать свой товар тот который на котором ты хочешь заработать вот и все поэтому эту всю информацию маркетинг бухгалтерия а если ты занимаешься еще каким-то производством то нюансы производства там нюансов может быть 1000 до всяких если ты не просто перепродаешь допустим там продукты продовольствия до своем магазинчике где-то на окраине города ладно не будем не будем от отходить от темы короче прогноз был отличный направление было взято правильное стоп лосс получили мы собака незаконный ну как законный потому что поспешили да но опять же цена пошла вниз пошла насколько вот она от уровня оторвалась было вот смотрите отрыв был на 135 на 135 пунктов этой свечой а мы вошли а мы вошли вот на этой свечи вернее на этом баре да давайте еще раз часовой бар вот был был барчик пробоя потом подтверждающий бар который пошел еще глубже да потом закрывается под уровнем следующий открывается под уровнем опять идет в ту же сторону я тут даже вроде входил да я тут входил с пятидесяти пунктовым отрывом до пяти пунктовым если по старому считать с пяти пунктовым отрывом от уровня ну все все как по энциклопедии нет собаки все-таки сходили за стопами забрали наш стоп стопик был прям небольшой они сходили он чуть ли не на 30 пунктов да на 290 пунктов ну вот всегда всегда надо всегда вот у нас три процента получается мы можем допустить себе три процента в день убытку от нашего общего депозита да то есть это надо заложено по риск менеджмент это конечно большой процент вот но если он не будет таковым то мы тогда вообще не сможем входить не нигде в рынок да то есть потому что на форекс и волатильность большая весь этот процент опять же если мы вошли одним одним мы нигде не сможем больше войти потому что если мы будем хотя бы 30 пунктов и ставить стоп лосс то мы больше нигде не ну не сможем войти ну вот смотрите как цена красиво у нас провалилась смотрите как красиво проведены уровни ну просто просто писечка смотрите копеечка в копеечку цена закрывается над этим уровнем да тут ложные пробои хвостики ложного пробоя если мы сейчас перейдем на 15 минутку мы все увидим друзья смотрите просто просто красотулечка какая консолидация какая смотрите бум все и отпрыгнул цена уровень проведен очень хорошо очень хорошо да ну вот можно можно чуть чуть лучше его тут сдвинуть на 30 пунктов да потому что вроде вроде как чуть-чуть он сдвинулся уровни имеют свойства друзья сдвигаться так что в этом этом ничего страшного если вы чуть-чуть под подправить и под под локальные то есть смотрите 1 2 3 до 3 раза что-то здесь копейка в копейка сдерживала цену возьмите подкорректируйте уровень и ваша точка ухода будет будет намного точнее на вот намного точнее чуть-чуть подкорректировали и все и красивенько так друзья поехали дальше не будем флопать на это падение смысла никакого нет так доллар франк доллар франк дал нам стопа и в принципе тоже вернул вернулся в свой коридор и здесь колбасит колбасит туда-сюда колбасит все сходил немножко в нашу сторону потом вернулся дал нам стопа и до конца дня колбасился в этом коридоре до 200 кстати если он сегодня так и проколбасится никуда не выскочить ни вверх ни вниз его мы будем использовать его евро доллар если останется в канале никуда не выскочит канадец нет канадец выскочил опять же если он целый день проколбасится в канале то можно будет его тоже использовать для вечерней стратегии друзья покажу вам вечернюю стратегию вот так что ждите ночью будет новое видео да где-то около часу ночи по вечерней стратегии которую можно торговать 7 вечера до 12 ночи так австралиец франк у нас ничего ждем ждем подхода каким-то уровнем принципе можно здесь расставить алерты можно здесь расставить алерты да чуть чуть за уровень по выставлять лучше конечно вот на самые уровни поставить так поехали дальше по канадцу что у нас тут по канадцу что тоже надо ставить алерт потому что если будем пробивать данный уровень дату нам будет интересно тут конечно дальше на продолжение движения входить новостей сегодня у нас никаких нету рынок должен быть свободный на завтра у нас новости америка америка канада так что рынок сегодня должен быть свободный рынок должен быть аккуратный мы должны сегодня заработать друзья вот поэтому аккуратно красиво входим в рынок и зарабатываем потому что вчера были потери колоссальные хотя опять же не везде была наша вина ну как вина то нашим это не там вошли в рынок но не везде от нас зависело особенно вот пока над сюда где был поход за стопами буквально на час раньше мы вошли в рынок чем надо и получили стоп а потом цена просто рухнула вниз что ж поделаешь ничего не поделаешь так по енке по енке у нас сверху очень сильный уровень прям очень сильный уровень попробуем попробуем от него от отбоя сыграть попробуем от него отбиться вниз здесь тоже у нас ну тут а кстати смотрите по я не что у нас происходит у нас по ене сейчас будет рост ой 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 какой красивый рост у нас можно входить прямо сейчас друзья это смотрите у нас двойное дно на 350 на 150 будет точным выход выход вверх сейчас если тут войти опять же стоп надо ставить за вот эти за вот эти low стоп надо ставить за вот эти low это больше 100 пунктов а он на 300 вряд ли пойдет так высоко куда стоп прятать вот куда стоп прятать стоп надо прятать ниже в ниже вот этой консолидации а это 90 пунктов а если по по цене то это уже 100 пунктов а так очень красиво друзья очень я вам серьезно говорю двойная вершинка по большой вершине всегда берется ориентир 350 пунктов 200 пунктов должен проходить вообще смело вообще смело и вот он что и делая да то есть мы уже пробили как мы видим вот где я поставил сейчас уровень да у нас здесь проходит уровень причем сильный уровень зеркальный мы на него вышли вернее смотрите вот образование этого уровня большим паранормальным баром на потом здесь было почти подтверждение с легким люфтом вот точное подтверждение вот точное подтверждение здесь тоже цена вот легкое прокалывание делает и сейчас цена проходит вверх и сверху вот над уровнем этим но опять же опять же двойное дно или двойная вершина это очень сильные очень сильные модели да когда у нас идет когда у нас идет пробитие уровня потом идет возврат несколько часов пробует его пробить не получается потом очень сильный откат потом подходит цена еще раз и пробивает все таки но это можно уже считать пробитием друзья потому что цена уже побила 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 вот этих а и ну в принципе в принципе можно сделать таким образом можно сделать таким образом можно сейчас здесь кинуть алертный алертную линию да и если цена вернется на вот этих 45 пунктов к нашей алертной линии давайте вот так мы ее подтянем если цена у нас вернется сюда да то от этого уровня будем входить дабы стоп поменьше поставить хотя бы стоп чтоб был 60 пунктов не такой большой дальше мы стоп спрячем за вот эту консолидацию да да будет песечка так друзья поехали дальше поехали дальше а дальше у нас фунт по фунту мы ничего никуда не входили ничего не делали вот мы наблюдали был вчера про пробит этот уровень фунт сходил очень хорошо как мы видим больше 1400 пунктов хороший поход был да опять же давайте посмотрим на часики у нас раз два три четыре и аж на пятый вот мы давайте посмотрим более детально на 15 минутки чтобы это было чтобы это было наглядно видно где наш этот уровень а вот наш наш день сколько ложных пробоев мы поймали 1 2 3 да видите 44 ложных пробоя давайте на 30 минуточки тоже глянем чтобы это было еще лучше видно это удар ложный пробой раз это ложный сложный пробой считается за 12 опять же на 30 минутки у нас здесь две 30 минутных свечи пробивая да и 5 уже пробивает вверх и уходится наверх то есть это как интерпретировать да на часики ну получается да раз два три четыре четвертый пробивает да то есть надо смотреть часовые часовые бары и на четвертом баре который пробивает это ложный сложный пробой да есть у нас такая модель и и считаем за один пробой потому что импульс был настолько сильный что цене не хватило времени для того чтобы одним баром вернуться до под уровень хорошая консолидация хорошие тесты ретесты да и рынок на четвертом ударе на четвертом ретесте уходит у нас просто бомбический вверх стать александр михайлович фунт фунт давал к покупке в своем про канале так новозеландец новозеландец тоже они с фунтом плюс минус дружат да смотрите очень похожая ситуация по новозеландцу и фунту до графики очень похожи вот сегодня только новозеландец идет в другую сторону чем фунт сегодня он не хочет с ним дружить да у него сегодня свои планы вот видим что образовалась у нас какая-то консолидация вокруг уровня 62 833 да идет проторговочка по уровню пока что пробили вниз токнулись об низ от иара и потихоньку разворачиваемся и идем вверх на но друзья в принципе по рынкам пробежались не буду вас мучить и так наверное уже по минут 15-20 до уже 25 минут вот все ставлю на паузу и как будет что-то интересное буду включаться и буду вам показывать друзья не так друзья по прошествии нескольких часов у нас выстреливает вот такая пушка пух и как назло я и только отошел да у нас было три тычка да и на четвертый мы пробиваем и алерт стоял и все стояло я отошел сделать чайку то мне позвонили по работе надо было поговорить с ребятами я прихожу а тут алерт разрывается 350 пунктов вверх да но опять же если бы я заходил да сейчас если бы я заходил то я бы хотя бы стоп лосс скидал бы за вот эту консолидации да то есть но не за самые лоу да потому что здесь достаточно дофига вот а хотя бы за эту консолидацию за за хвостик нашего этого бара я это уже достаточно 170 пунктов это больше 450 пунктов до 170 умножить на 3 510 пунктов да здесь у нас между уровнями всего лишь 380 то есть это до конца от иара выше уровня то есть на пробой следующего уровня мы этот уровень не так могли пробить легко да еле еле пробили но опять же никаких предпосылков не было видите один тычок потом здесь 20 копейка в копейку и тут прям просто тарах причем что ну не было не было никакого не поджатия к уровню ни ничего наоборот широкая какая-то расторговка вверх-вниз да и потом пробой то есть надо вот для себя тоже вот такую вот модель поведения запомни да что не только легкие поджатия под уровень вот видите вот вот здесь вот на рынок поменялась модель поведения рынка вот здесь вот можно было бы сказать что вот поджимаю до под уровень если будет закрепление над над уровнем или пробой уровня да возможно пойдем вверх но нихрена подобного просто-напросто рынок вот так вот вот так вот разрывая 230 пунктов вверх 230 пунктов вниз вверх вниз расколбасила расколбасила в канале потом хиряк пробила да ну вот опять же опять же у нас один ложный пробой ну тут почти вот на 15 минутки хорошо видно не достало не было не было прокалывания уровня да здесь было прокалывание здесь было ну вот а этот бар часовой не не очень да тут нам видно как будто бы он касается потому что бары меньше да ну вот такое вот друзья ничего не предвещало что будет такое резкое движение опять же до нью-йоркской сессии еще далеко обычно такое может на нью-йоркской сессии произойти но нет видать какой-то хороший покупатель стоял за этим уровнем да вчера вчера не пускал набирал позицию сегодня вообще копейка в копейку сконсолидировался такой да показал я не пускаю выше этого уровня да типа мол все копейка в копейку идем на продажу да такая продажа пошла у нас тут на тебе хиряк б б вот как они работают маркет-мейкеры и крупные игроки друзья вот посмотрите на вот это посмотрите и где здесь в какой момент здесь входить чтобы не прозевать этот момент да то есть вот вчера я понавходил получается вчерашний день не надо учитывать да вот это ложное вчерашнее ложное пробитие скажем тогда вчерашний ложный пробой он нам говорит только о том что допустим этот уровень действительно тут есть да а дальше на пробой мы пробуем только сегодня до 1 2 3 4 пошел вот смотрим дальше по канадцу по канадцу тоже у нас произошел пробой уровня давайте чуть увеличим чтобы было лучше видно да но тоже такой он себе этот пробой такой он себе этот пробой на 400 пунктов залетел до со стопом 180 ну такой немаленький стопе где-то около 20 пунктов стоп надо было бы ставить для нашего депозита немаленький стоп да и уже 200 пунктов уже 200 пунктов прошел в одну сторону опять же нам надо чтобы он прошел 600 это до конца нашего атеара на продажу такое себе такое друзья опять же смотрите если здесь смотреть то это всего лишь третий ложный пробой да то есть 12 и третьим баром проходит то есть вероятность того что это просто глубокий ложный пробой да и сейчас цена вернется и уже с четвертого раза будет тестировать тоже велика вот по канадцу поехали дальше а дальше у нас франк а дальше у нас франк с франком происходит то же самое что то есть евро да мы консолидировались над уровнем вчера мы получили стоп лосс а сегодня мы красиво с маленьким стопиком да ну даже если взять над хаями сегодняшними тоже небольшой стоп 13 пунктов 340 плюс уже до следующего уровня дошли тоже тукнулись почти копейка в копейку там без малого да вот уровень подтвердился у нас нижний до печаль как друзья печаль к печаль к печалечка на противоходе ловите ловите эти движения на противоходе но что-то вообще-то как как-то не хочется потому что можно такого наловить что цена по ползет себе дальше мы будем опять стопы собирать да как это говорится против против тренда играть да если цена идет в одну сторону а ты заходишь противоположную но я не знаю это это должен быть минимальный стоп да и такой железобетонный уровень от которого входить в обратную сторону так еночка у нас почти доджик дала почти дала доджик развернулась и тоже поползла потихоньку в другую сторону отодвигаем уровню и будем смотреть что здесь будет у нас происходить возле уровня дадет ли цена до уровня и будет ли ломиться вниз вообще здесь что-то такое интересное рисуется как как голова и плечи есть такая есть такая фигура да по уровню вот от этого уровня рисуется голова и плечи а другими словами это ретест какого-то уровня ретест какого-то уровня да вот этого например с большими откатами от него то есть вот у нас здесь большой промежуток да между уровнями для иены 560 пунктов это много то есть где-то здесь посередке есть какой-то промежуточный уровень или этот или этот вот тут скорее всего да вот тут мы видим вот 1 касание 2 касания баром то есть и у нас такие вот глубокие отходы да то есть и после этого может быть хороший проход вниз поехали дальше фунт 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 фунтик у нас подходил к уровню но не дошел не дошел к уровню и теста уровня тоже у нас не было хотя опять же он мог немножко сместиться ниже этот уровень мог немножечко сместиться ниже где наша цена наша цена вот я уже не помню почему я его именно здесь поставил друзья не помню не помню ставил его по истории поднявки а сейчас на часики выискиваю может он здесь и тыкался да но стоит уровень здесь значит он здесь должен быть хотя тут немного он не доходил 4 пункта не дошел так по фунту пока ничего новозеландец новозеландец у нас тоже пробил пробил также какие евро доллар пробил у нас этот уровень да он спускался вниз спускался дошел до грани атеара и сейчас вот уже тоже 300 пунктов вверх пролетел так как у нас все европейские валюты стартанули против доллара конкретно да вот и новозеландец тоже стартанул в ту же сторону хотя очень неплохо смотрелся вниз да и как бы потихонечку себе и шел вниз причем все что здесь было выкупилось все было и продалось причем еще сильнее продалось да причем что формировал у нас барчик пробивной барчик да на пробой уровня атеара смотрите как получилась разворотная модель вот друзья так что очень внимательно надо быть с этой пробойной моделью такая она не не досконалая скажем так ладно пока что пока что я ничего не вижу вход вход не знаю можно ли сказать что я проспал вход наверное можно сказать да потому что раз касание было два три четыре даже вот да и на пятый мы пошли в пробой но тут даже не так тут у нас получается один ложный пробой потом ложный сложный пробой здесь у нас пробоя не было это мы коснулись пробили уровень атеара они наш уровень сопротивления да и как бы на третий мы пошли если по часику смотреть такое такое себе тоже раз на раз как говорится не попадает по канадцу тоже не на второй вернее на второй получается да по канадцу по канадцу но мне кажется что это все будет возвращаться и еще будут ретесты потому что сильно резко дерзко как-то было пробито это все дело сильно резко дерзко один ложный пробой и потом сильные пробои да и все и как бы и дальше то импульсов что-то нету 200 пунктов пролетели уперлись нету прям такого бух и упали как камушком по евро доллару только у нас тут она как-то назад отыграла и потом отсюда пролетело 400 пунктов опять же это могут сейчас так фух бросить посмотреть куда ударилась а сюда ударилась и отсюда сейчас чик 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 поползет вниз да и на разворот просто перехай сделали перехай и поползут на разворот канадец франк ладно друзья будем ждать смотреть что будет происходить может где-то какая-то сформируется модель ложного пробития да вот допустим по австралийцу мне нравится здесь можно будет если сейчас мы дойдем до уровня дату здесь красиво можно будет потом с небольшим стопом отработать на ложный пробой этого уровня потому что сразу с первого раза его все равно не возьмут вот хотя опять же тут кругом уже дальше нечему держать да то есть вот смотрим да по австралийцу тут дальше следующий такой какой-то уровень разворота тренда у нас через 1700 пунктов то есть могут 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 пролететь и вверх очень хорошо за этим уровнем если пробьют да то есть цены уже вернулись все до тех уровней которые скажем так бы тех то тех уровней которые были у нас до кризиса то есть уже мы это все дело прошли уже мы это все дело прошли вернулись в районы до кризиса ну все друзья буду сидеть ждать что ж трейдинг это как как рыбалка да мы выжидаем хорошую крупную рыбу малек отпускаем крупную рыбу о точно точно можно сравнять с рыбалкой да подсечь нам надо хорошую крупную рыбу вот сейчас будем ее ждать дальше сидеть так друзья смотрим что у нас происходит дальше 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 по нашим инструментам смотрите получается картина следующие у нас пошел резкий прострел через уровень 11378 и цена докатилась до 11755 но она этим баром не пробила этот уровень открывается следующий часовой бар и цена опять идет выше уровня начинает пробивать уровень да вот но смотрите если есть такое понятие сейчас фунт фунт доллар глянем тоже фунт доллар тоже по полетел отключим пока что чтобы она тут нам не моргало отодвинем повыше немножко и включим обратно вот и тут на по фунту такая же история да тоже у нас резкий подъем вверх и пробивает у нас и смотрите все бары часовые закрываются под свой хай это говорит нам только об одном о том что на данный момент есть много покупателей на данных инструментах да то есть давайте чуть подвинем это евро доллар и фунт доллар чтобы они были были рядышком да это говорит только об одном что есть много покупателей тоже смотрите евро доллар закрывается под свой хай как мы помним уже у нас такие ситуации встречались когда когда под хай закрывается бар до свеча бар когда под хай закрывается инструмент будем так говорить чтобы не путаться бар свеча до то это говорит нам о том что у нас должно быть продолжение тенденции да вот мы видим и аллертики у нас срабатывают ну вот тут тоже под хай самый закрывается у нас бар вот сейчас и посмотрим что это будет это будет ложный пробой до одним баром и сейчас у нас цена начнет откатываться или же это будет у нас дальнейший пробой будем сейчас следить принципе принципе все инструменты у нас двигается в одну сторону против доллара против доллара да пошло движение вот по канадцу вообще красивое поджатие к уровню классическая да то есть цена ходила ходила потихоньку поджимали поджимали на но мне хватило нам конечно нашего подтверждения четвертого ложного пробоя так сказать да один был второй и на третьем цена уже преодолела этот уровень вот но опять же это не факт цена как и преодолела также может и вернуться обратно то есть тут такое дело сейчас сформируется наша модель когда здесь может быть какой-то маленький локальный уровень да вот допустим 35 100 у нас есть здесь уровень круглый да от него вот сейчас сформируется моделька ложного пробития и может быть откатик даже ну после такого движения быстрого по-любому должен быть какой-то откат на вот но опять же скорее всего что тенденция роста у нас продлится почему потому что бары закрываются у нас под хай по фунту под хай смотрим по канадцу почти под хай да то есть ну можно сказать что под хай дальше по франку по франку ну немножко не под хай но все равно ближе ближе к хаю да то есть нет нет у нас выкупа то есть все что продалось нету выкупа сейчас будем смотреть что будет происходить дальше вот по франку допустим да будет ли у нас пробой уровня тоже как мы видим почти копейка в копейку с небольшим тут люфтиком у нас цена дошла вот австралиец тоже смотрите под хай закрывается и дальше толкают вверх гена гена конечно живет своей жизнью все что продали все выкупили почти да вот своей жизнью она живет новозеландец смотрите тоже под хай то есть что можно сказать европейские инструменты все укрепляются по отношению к доллару друзья все инструменты укрепляются по отношению к доллару то есть у нас велика вероятность до того что у нас инструмент продолжит свой рост вот когда так вот бары закрываются у нас под хай будем следить смотреть что будет происходить будет если какое-то закрепление над этими уровнями вот даже у меня по евро доллару над этим уровнем нету уже никакого уровня да то есть ближайший ближайший какой-то уровень это вот здесь аж у нас да вот хай вот этот исторический да вот он здесь себя подтверждает да надо его провести давайте посмотрим хай двенадцать триста девяносто один свойства двенадцать триста девяносто один а здесь у нас хай хай двенадцать триста шестьдесят семь ну вот тоже с небольшим люфти ком да там пару пунктов цена не дошла здесь но опять же мы видим что она здесь ударилась и после этого был сильный просто вообще гигантический до откат вниз падение от этого уровня то есть этот уровень сильный у нас давайте на часик перейдем посмотрим на часики и у нас до этого уровня 600 пунктов друзья 600 пунктов если у нас сейчас здесь формируется наша модель к пробойная да то есть если вот этот барчик он вот здесь у нас открылся и закроется под уровнем и следующий бар у нас будет стремиться тоже вверх в принципе можно будет попробовать нашу пробойную пробойную модель то есть все у нас идет у нас резкий выстрел потом у нас формируется пробойный бар чек если следующий бар тоже будет идти вверх да то мы тогда будем пробовать на пробитие вот этого уровня входить опять же как мы помним по вчерашним стопам да вот это пробойная пробойная модель она такая не очень конечно и надежная скажем так потому что как и пробовать таки может быть от этого уровня потом глубокий откат можно опять стопа поймать может быть лучше подождать допустим какого-то закрепления сверху над уровнем да и уже от него работать даст от этого закрепления то есть хотя бы чтобы 3-4 часовых бара закрепилась сверху над уровнями по фунту точно так же да то есть вот вроде как пробой и тоже по фунту мы видим тоже у нас нету уровня надо посмотреть что у нас тут выше выше по фунту у нас вот только вот этот уровень у нас идет да надо его поставить вот хай 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 26306 26306 свойства 26306 окей здесь у нас хай был ладно посмотрим так 26242 ну немножко конечно не совпадают эти хай но на глаз да видно что что плюс минус она ну давайте хорошо давайте тут формация она быстрее была да тут был у нас отбой от этого уровня цена полетела полетела вниз давайте поэтому хаю выставим хай 26242 26242 эта формация была быстрее вот да и тогда здесь у нас вырисовывается следующая картина что это был ложный пробой да и потом на следующий день цена полетела дальше вниз от этого уровня тоже еще с небольшим ложным пробоем здесь тоже у нас был ложный пробой ну в принципе уровень себя подтверждать давайте на истории глянем что у нас где у нас тут тоже ложный пробой цена уходила вниз да или как не видно не видно из-за уровня не видно вот у нас подтверждение есть этого уровня да здесь цена чуть-чуть не доходила вот у нас есть подтверждение этого уровня ну есть исторические подтверждения уровня тоже есть да вот поэтому этот уровень можно себе закрепить он находится немного выше нашего дневного атера на 250 пунктов ну все пускай будет хотя бы какой-то приблизительный прицел у нас должен быть да если мы тут будем ходить с опять со 150 с 15 пунктовым доступ лоссом чтобы у нас было хотя бы да чтобы было видно движение куда нам расти дальше вот все друзья следим смотрим пока что пока что у нас на продолжение движения тенденция то есть все у нас инструменты бары часовые вот эти прострелы закрывается под хай что говорит нам о том что продолжение движения будет вот будем ждать какого-то закрепления над уровнем и тогда уже будем пробовать да после какого-то очередного ретеста на пробитие вниз не не смогу допустим пробить да и будем заходить тогда на покупку на продолжение движения вверх вот пока что ставлю на паузу так друзья что мы видим через еще почти час да у нас открылась нью-йоркская сессия вот и мы видим следующее что импульса на продолжение движения да нету нету покупателя хорошего от этого от уровня то есть нету у нас такого движения до чтобы цена пробила этот уровень и пошла к следующему и отсюда вы уже начала откатываться то есть произошло какое-то замедление до пробой уровня был вот открывается следующий бар и полностью выкупля выкупается предыдущий да то есть даже уже цена ниже уходила но опять же и нету и импульса на падение цены то есть мы ожидаем сейчас какого-то закрепления над уровнем или ниже уровня и уже от этого будем работать и такая же ситуация происходит у нас по всем остальным инструментом как мы видим фунт тоже да у нас такую же картинку рисует австралиец тоже у нас новозеландец не дошел до до нашего уровня до до 63 220 вот остановился под уровнем и пока что тоже дальше не идет вот что касательно канадца канадец тоже пробил уровень да но все равно начинает потихонечку тоже откатываться опять же эти бары такие очень похожи на доджевые там почти цена цена открытий цена закрытия почти совпадают до по канадцу то есть нам это показывает то что пока что тенденция отменяется и тем более следующий барчик у нас открывается и пока что откатывается вверх такая же какая-то похожая ситуация происходит у нас и по франку до достиг канала достиг верхнего уровня у нас франк до четко смотрите копеечка в копеечку ударяются у нас даже нету тут никакого люфти к у нас небольшого да и пока что весь бар этого часа получается это у нас 1300 все что было выкуплено все сейчас и вот продалось да то есть у нас цена вот подходит уже к уровню своего открытия цена закрытия подходит ну и иенка конечно же живет своей своей жизнью торгуется в каком-то своем канале да преодолели уровень идет закрепление над уровнем но в принципе иена очень неплохо закрепилась над уровнем да и пока что ни туда ни сюда вот торгуется в таком вот небольшом коридоре 100 110 пунктов да с небольшим вот ложным пробоем было вот но в основном 100 110 пунктов коридорчик вот образовался у нас вот нижние нижний уровень этого коридора вот верхний уровень этого коридора да с небольшими ложными пробитиями этого коридорчика вот если пробьет куда-то то уже можно будет ожидать прохода какому-то уровню опять же этот уровень у нас очень сильный вот как мы видим два дня назад мы уже подходили к нему и три дня назад и четыре и пять дней назад и все были ложные пробои цена возвращалась обратно под уровень для иены этот уровень является очень сильным тут мы вообще видим копейка в копейку в этот уровень ударяемся да поэтому поэтому друзья будем следить за этим уровнем и наверное попробуем от него если не будет пробоя и закрепления над уровнем попробуем от него тоже пойти в откат все пока что пока что ничего интересного больше нету жду какого-то закрепления или продолжение движения ну вот новостей у нас никаких сегодня нету завтра вон куча новостей сегодня у нас вторник спокойный день до будем спокойно наблюдать и смотреть где можно будет отыграть от уровня отыграть от уровня и так друзья что у нас произошло у нас енка пошла на очередной ретест уровня сто семь восемьсот девяносто один как мы видим пробивает и уже на четыре пункта пропихнулась выше уровня прошлый у нас был хай да такой что пробивали это сто семь девятьсот пятьдесят да и растет давайте поставим плюс минус где-то в этот уровень алертик наш ну где-то вот так вот вот и посмотрим пробьет ли его и новозеландец здесь у нас бумкал тоже да получается получается подходим на маленьких барах пробой уровня случился но будет ли это пробой или ложный пробой в принципе в принципе от иара у нас еще есть до запаса ходу может быть и пробой евро евро доллар пока что у нас в откате но опять же видим последние часовой бар вернулся все что продалось все от купилась обратно фунт фунт тоже немножко толкали вниз откатик такой небольшой да тоже начинает выкупать австралиец та же самая картина ну новозеландец да у нас он и шел вниз теперь резко пошел вверх и причем ударился пока друзья вообще нет ничего невозможно сказать вот по новозеландцу да как-то более или менее видно видно что тенденция как бы сохраняется на покупку поджимаемся мы к уровню да вот походами за стопами с прорывами вверх да вот такое вот происходит резкие такие волатильность высокая по 20 пунктов туда-сюда или по 200 пунктов новых вот более спокойно себя ведет канадец пробил уровень пытается закрепиться под уровнем вот был ретест уровня пока что закрепиться пойти выше над уровнем не удается здесь у нас по франку тоже было у нас движение дошли почти до уровня почти его пробили да но вернулись обратно откатились причем что этот поход был у нас вот от этого уровня плюс минус до 8 800 95 800 вот ложный пробойчик здесь был и цена таки достаточно хорошо сходила но ложный пробой сформировался не на нашем уровне на каком-то локальном на вчерашнем видим да на вчерашнем уровне 817 95 817 это один из вчерашних лоу вот и по еночке мы пробиваем и пробуем закрепиться выше но пока что хай не 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 прошли ладно следим что будет дальше янку так как пиханули друзья смотрите хорошо пиханули за уровень хорошо будем ловить откат от этого уровня уровень сильный в принципе цена должна будет хорошо пойти у нас консолидация большая была с откатами такими да, то есть венка должна у нас если стрельнет, друзья, от этого уровня к этому и здесь формируется у нас сейчас хорошая модель откатная, будем заходить по-любому на откатик тем более, что дневной АТР у нас на покупку пройден почему нет, почему не попробовать будет войти, если можно будет с коротким стопиком войти то да, то почему бы и нет венке появился покупатель, как говорится резкий жесткий импульс да на 160 пунктов давайте более детально посмотрим да, 15 минуточка 5 минуточка нет, этот импульс вообще у нас произошел за минуту, за минуту просто 140 пунктов за минуту проходит у нас цена достаточно таки неплохой импульс будем дальше следить друзья ой-ой-ой-ой друзья, смотрите красиво иена просто ну вот скажите вот как можно ожидать да, если вот мы только только сегодня мы говорили об этом что будем ждать пробоя только там после четвертого ретеста да то есть получается этих три ретеста мы надо учитывать или нет ну это это все настолько индивидуально и опять же когда мы уже прошли весь АТАР дневной на покупку да то есть по индикатору АТАРа да ну просто я не знаю даже это еще 250 пунктов уже прошли 300 подходим к уровню короче слежу смотрю и будем думать о обратном движении если будет ложный пробой 108 188 итак друзья пробиваем уровень 108 188 теперь надо очень внимательно очень внимательно нам надо теперь ждать час что будет у нас с этим уровнем я так немножко поближе нижний алерт поднесу да если цена у нас сейчас побежит вниз чтобы я знал что она уже убегает вниз потому что я не сижу графики не просматриваю да вот каждую минуту не сижу не клацаю по графикам а я себе там смотрю уроки вот на данный момент смотрю Александра Михайловича урок ну семинар смотрю да то есть смотрю что он объясняет что он рассказывает чтобы это все в голове откладывалось потому что ну без этого никак вот после пробития уровня конечно же нас еще сейчас немножко пронесет вверх я так думаю пунктов 60 вот если должен быть разворот да если будет ложный пробой а я думаю что ложный пробой будет потому что данный уровень у нас еще не брался последние три месяца как минимум да то есть вот я на дневку переключился это сколько у нас 36 дней месяц месяц мы к этому уровню не подходили уровень у нас сильный уровень у нас зеркальный да если я не ошибаюсь вот поэтому друзья этот уровень сейчас мы подходим он у нас как сопротивление тут он был как поддержка видим да отбилась цена и потом два дня не доходило уже сюда аж на третий день она пришла то есть уровень сильный уровень сильный сейчас мы будем от него смотреть ложное пробитие ну если мы войдем хотя бы с ценой 55 до 55 то я думаю что 150 пунктов можно будет на откат заработать а вообще я такое что я бы уже сейчас лимитный ордер на откат поставил бы вот лимитный ордер на откат бы поставил то есть если цена не полетит вверх а начнет откатываться вниз ну потому что у нас же еще есть такая пробойная вернее ложный пробой модель такая да когда одним баром у нас цена резко залетает а она у нас резко залетела часовой бар на 325 уже 5 пунктов да или 32 старых пункта это достаточно такие сильные мы видим что продолжает расти да продолжает цену подталкивать вверх вот уже вот 70 пунктов выше выше уровня да цена конечно может и так полететь и полететь и полететь ладно друзья не буду затягивать видос если будет что-то интересное так уже больше часа видео если будет что-то интересное буду уже включаться и показывать и так друзья также и как-то неожиданно у нас и франк выстрелил да выше уровня уже дошел до грани АТАРа что здесь у нас по входу наложный пробой в принципе да если сформируется наложный пробой можно будет попробовать войти наложный пробой как-то стрелянул ни с того ни с сего слышу алерт заработал клювануло как говорится да вот доллар иена как мы видим подходит подходит к этому уровню додавливает это просто что-то фантастическое я не знаю что случилось там по доллару что так быстро просто бабахнуло да то есть этот уровень у нас есть он сильный если сейчас додавят осталось то всего лишь 4 пункта да додавить здесь может сформироваться очень даже неплохой красивый ложный пробой да но вот смотрите никогда нельзя спешить да никогда нельзя спешить потому что вот здесь я уже допустим хотел входить на на получается ложный пробой одним баром да то есть такой большой 300 пунктов полет одного бара да вот причем что заседал он возвращался он обратно да под уровень проседал и потом все равно продолжилось движение вверх поэтому никогда не надо спешить давайте вот даже на минутке посмотрим как это происходило да на минуточке будет нет ошибаюсь я он подошел к уровню пробил и потом пошел вот так вот и сейчас вот опять движение опять чуть-чуть боковичок такой уже меньшими меньшими барчиками но все равно подстреливает подстреливает но я думаю что додавят до уровня от уровня уже будет от уровня 500 до 108 500 уже будет у нас разворотик какой-то и надо этот разворотик не пропустить поэтому свои аллертики я подтягиваю подтягиваю да и эти разворотики надо будет не пропустить по франку ну пока что ничего неизвестно у нас что здесь будет подтянем аллертик этот сюда этот подтянем аллертик сюда вот и тоже будем ждать что у нас произойдет в ближайший час да то есть сейчас у нас 15.41 по киевскому времени в 16.05 у нас образуется новый бар и уже будем смотреть как там ситуация будет по остальным по остальным валютным инструментом пока что тишина друзья пока что тишина подошли к каким-то уровням тестируем тут на спокойную себе как говорится да ложные пробойчики но особо особо каких-то резких резких полетов куда-то не наблюдается вот так вот можно по евро доллару потянуть образовался у нас тут коридорчик да по фунту в принципе тоже можно потянуть к уровню да следить за проколом уровня вот австралиец тоже немножко откатился Йенка у нас Йенка Ага Йенку покатили вниз понял понял давайте вернем обратно к нижнему уровню посмотрим откатят ее сейчас вниз сильно или нет опять же так как не хватило силы для того чтобы добить до уровня да могут сейчас немножко сходить за стопами те кто заскакивали в поезд как говорится и пособирать маленько стопов да ближайших или даже так как у нас очень большой получается выстрел да по по Йене люди допустим взяли там по 300 по 400 пунктов взяли тейками и допустим какие-то части оставили на трейлинг стопе да вот сейчас эти трейлинг стопы повыбивают причем что красиво уже 150 пунктов обратно резкий толчок пошел и цена все-таки может дойти у нас до нашего верхнего уровня все следим пока что следим не буду затягивать но такие интересные моменты вам показываю и вам и для себя я их документирую потом чтобы смотреть чтобы смотреть и вспоминать и анализировать что и как с ценой происходило и как она может двигаться вот как куда и в какую сторону и так друзья сейчас вот у меня заморгал получается новозеландец как мы видим после пробоев да у нас идет все-таки консолидация под уровнем и нету глубоких уходов друзья нету у нас отталкивания от уровня что это говорит это говорит нам о том что здесь есть у нас какой-то допустим по новозеландцу что здесь есть у нас какой-то лимитный продавец который не пускает цену вверх и есть у нас и покупатель который хочет пройти этот рубеж вот это уже третье ложное пробитие за час на четвертом если сейчас вот в 17.05 формируется барчик у нас и будет у нас очередной пробой уровня на четвертый по новозеландцу будем входить тем более что здесь у нас около 100 пунктов ну 10 пунктов короче будем говорить теперь только в старых 10 пунктов у нас здесь идет пробитие да точно такая же ситуация у нас и по евро доллару то есть что мы видим мы видим у нас сложное сложное пробитие но цена после этого ложного сложного пробития прям уж сильно не улетела обратно да откат был но потом обратно все выкупили опять поджали под уровень тест еще сейчас один тест происходит вот чуть-чуть выше подыму потому что сейчас уже пробиваться будет по фунту по фунту такая же картина тоже видим вот сейчас копейка в копейку будет ли пробитие непонятно тоже ложный ложный сложный пробой потом следующим баром тоже мы открылись отсюда ушли вниз потом подходили и вот сейчас вот идем на получается на второй ретест по фунту по австралийцу мы просто сели на уровень да и катаем по уровню туда-сюда обратно новозеландец красиво поджали под уровень ну вот можно было бы в принципе можно было бы попробовать даже и сейчас войти да на покупку с небольшим стоп-лоссом спрятав его за последние хвосты баров да но опять же цена у нас была сегодня и здесь отсюда уже больше отсюда уже 170 вот поэтому лучше все-таки на четвертом ретесте попробовать заходить вот и по фунту мы подошли да по фунту тоже подошли повыше подошли повыше да передвину еще повыше пробьем ли мы хаи сегодняшние сейчас посмотрим так канадец канадец у нас пробил был уровень но импульса на продажу не было вернулся он у нас обратно импульса на покупку точно так же не последовало ну вот на маленьких барах мы подошли над уровнем и сейчас происходит какое-то не то закрепление не то будет еще раз ретест отбоя или что я не знаю пока пока не могу сказать да то есть как бы пробой у нас был пробой у нас был цена ушла на 370 пунктов вниз причем здесь ну войти с 200 с 200 стоп лоссом и потом опять же даже как мы видим ну и тут бы ничего не получилось у нас то есть уровень сильный импульса импульса не поступило да на продажу по канадцу то есть маленькими такими шажками цена двигается вниз присаживаясь присаживаясь к этому уровню да по канадцу трудно что-то сказать что будет франк франк у нас тоже заретестил уровень один ретест второй ретест будем дальше тоже следить за франком и енка енка у нас откатилась была немножко и сейчас опять подходит к уровню тут буквально осталось 7 пунктов у нас до уровня все друзья ждем надеемся что что-то у нас сегодня произойдет от чего-то мы сможем сегодня поработать ну а если нет то нет будем вечернюю стратегию тогда уже в 7 часов вечера сегодня кстати напоминаю у нас будет сегодня еще вечерняя работа будем потихонечку адаптироваться к вечерней работе потому что скоро уже уезжать в Польшу вот и вечером только смогу работать поэтому надо будет какую-то вечернюю стратегию есть у меня уже некоторые наработки вот но об этом не сейчас об этом уже непосредственно вечером на вечерней торговле так друзья новозеландец все-таки делает у нас перехай делает перехай и это может быть у нас и проходик как говорится что у нас тут евро евро пока что прокольчик сделал и ушел обратно под уровень фунтик тоже прокольчик и спрятался по под уровень австралиец бегает у нас туда-сюда прошивает уровень а вот новозеландец новозеландец вообще сегодня как-то себя неадекватно вел да пошел сначала сюда под уровень сходил достиг нижней грани от иара теперь побежал вверх тоже непонятно да что ожидать может пойдет дальше а может обратно откотится до средины от иара тоже такое канадец пока что закрепляется над уровнем вниз не не смотрится он пока что франк франк оттолкнулся то есть второй ретест был у нас уровня второй ретест вот и енка енка пока что топчется на месте но со стабильным показателем вверх ждем пока друзья ждем пока ничего интересного не было вот новозеландец обновил хаи и решил я показать это итак друзья новозеландец достигает у нас такие следующего уровня 63 590 да вот и сейчас тут тоже внимательно надо последить будет ли формироваться у нас ложный пробой да вот и на ложном пробое можно будет посмотреть если будет ложный пробой может быть какой-то и откат следующий уровень у нас здесь пустота такая большая прям не за что прям и словиться ну вот разве что вот здесь уровень зеркальный да вот он получается вот здесь свеча а здесь с другой стороны у нас бар отбивает да и потом от этого бара у нас был тоже хороший уход вниз вот можно его провести этот уровень что у нас там лоу лоу 63 63 ну тут почти 63 0 0 63 978 почти 64 0 0 вообще кропаль тут не хватает до 64 0 0 круглый большой уровень много нулей да и дальше цена может и не пойти но пока что следим пока что следим что у нас произойдет здесь евро доллар евро доллар немножко пошел вверх пошел вниз происходит такое закрепление над уровнем но пока тоже никаких никаких торговых моментов я не вижу до возможности входа в рынок ничего особо у нас здесь нету цена отстоялась возле уровня вот здесь да было красиво отстоялась но как мы видим раз два три на третий пошла как я и говорил можно было здесь пробовать входить но опять же было опасно было опасно канадец канадец пробивает дневной лоу и возвращается обратно цена давайте подвинем под локальный лоу алертик вот и поставим алерт на поставим алерт на уровень если будет если будет атакат обратно к уровню можно будет тут уже попробовать и попродавать немножко канадец немножко попродавать так тут что у нас по франку по франку в принципе ничего тоже интересного ходим в канале ходим в канале какой-то локальный уровень пилится локальный уровень какой-то пилят здесь да особо ничего такого интересного нету вот утром было у нас более или менее ситуация ложный пробой удар пробой 3 да и на 4 цена сходила вниз но потом откупили все не хотят ниже пускать не хотят в принципе и все и застряли обратно в канале между этими двумя уровнями цена ходит вверх вниз каждый час генка генка у нас прыгнула вверх и тоже поймала здесь какой-то канал себе на 200 пунктов и тоже волатилит у нас по этому каналу да но пока тоже вот смотрите здесь вот копейка в копейку бьется цена в этот уровень может быть и подкорректировать надо до 473 этот уровень вот так вот так как у нас здесь так как уровни могут смещаться и мы видим на часике да что четенько цена в него ударялась вот поставим выше уровня алерт в принципе пока что все если сейчас опять ударимся да опять ударимся то и отобьемся да на четвертую на четвертый барчик можно будет пробовать входить на покупку да то есть глубокого отката у нас нету да так чтобы мы ударились и потом начали откатываться там до нижнего уровня в принципе давят давят вверх давят вверх сила инструмента есть можно в принципе выше уровня у нас тоже нету вот а выше я даже тоже не знаю что здесь может быть выше вот разве что уровень такой но он очень исторический да вот здесь был была такая смена тренда небольшая но такой уровень не есть прям очень серьезный какой-то сильный подтверждение у него есть вот здесь сложным пробоем зеркальный такой уровень здесь 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 в принципе можно кинуть этот уровень это у нас лоу сто сто восемь семьсот тридцать один сто восемь сто восемь семьсот тридцать один семьсот тридцать один так смотрим здесь 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 сложный пробойчик был потом его просекали так поенки у нас пробили мы пробили мы этот уровень вот так сделаем пробивает уровень цена но здесь конечно входить стоп надо ставить большой ой 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 какой импульс пошел какой импульс прям очень сильный импульс вверх у нас вот я и говорю друзья что дальше чем выше чем выше здесь проходит цена да тем меньше может ее что-то здесь сдерживать потому что особо сильных здесь уровней нету друзья особо сильных уровней нету здесь вот ближайшее время ближайший месяц у нас пустота да не за что зацепиться только какие-то старые исторические уровни вот не факт что там может быть какое-то сопротивление да вот какой-то верхний аж уровень такой более серьезный сильный вот здесь вот была консолидация да после чего цена пошла сильно вниз и мы видим вот здесь ударялись мы после чего цена сильно вниз вот можно его в принципе провести этот уровень по вот этому бару по вот этому бару вот здесь было более более детально или вот по вот этим барчиком лучше провести что у нас тут лоу лоу 109 109 3 3 9 енка дальше у нас дальше растет смотрите просто полетела полетела к следующему уровню к следующему ну а очень опасно 20 20 пунктов у нас стоп лосс нигде разворота мы пока что не ловим да или ложного пробоя от какого-то уровня нигде не ловим друзья вот пока что летим только вверх давайте возле этого уровня поставим тут между уровнями у нас 270 пунктов но входить входить в инструмент но и уже и австралиец так немножко задвигались у нас немножко задвигались у нас инструменты австралиец пробивает АТР уровень АТР немножечко задвигались а как там реагирует у нас евро на это все дело евро фунт пока что стоит по новозеландцу у нас пробой уровня ну вот будет ли это только ложный пробой или будет это нормальный пробой ладно друзья не буду затягивать видео дневник да потому что и так уже полтора часа у нас это все дело затянулось вот просто ставлю на паузу буду следить и уже если какие-то действия буду делать входить в рынок да и какой-то проводить трейд тогда буду включать итак друзья смотрим по новозеландцу что у нас произошло таки у нас задержался да барчик чик пробил уровень задержался у нас закрылся у нас под хай это не очень хорошая конечно новость для нас почему потому что обычно если бар закрывается под хай он говорит о том что в инструменте все еще присутствуют покупатели да и хотят продолжить движение вот видим как здесь да бар закрылся тоже под хай тут ну тут прям под самый хай закрылся да и движение у нас продолжилось еще на 200 пунктов да вот но сейчас посмотрим как у нас пробьет ли вот сейчас у нас пошел откатик да цена пробивается обратно у нас давайте перейдем на более мелкий таймфрейм чтобы нам было лучше видно да и будет ли у нас обратный пробой уровня то есть что нам надо нам надо где-то чтобы цена пробила 3-4 пункта пока что 2 то есть нам надо чтобы цена вошла от нашего уровня до цены 5-5 5-8 5-5-8 6-3 5-5-4 вот цена проходит в принципе можем открываться на продажу от этого уровня да со стопом 120 стоп 120 120 на 360 60 вот так вот выше наших хайчиков ну и все будем надеяться теперь что цена обратно пойдет в откат в откат пойдет вот будем обязательно переносить стоп лосс без убыток в принципе почему я вхожу от этого уровня в сделку да во первых цена у нас прошла весь наш дни весь наш АТАР на покупку а АТАР сегодня для нового зейландца был 700 пунктов да цена прошла сформировала у нас очень красивую нашу модель ложного пробоя да то есть цена дошла остановилась закрылась открылась и рухнула вниз причем как мы видим прошла она достаточно хорошо 100 пунктов вниз да или 10 новых пунктов вниз до нашего открытия вот и отлично друзья я надеюсь что модель отработает у нас чисто почему потому что за сегодняшний день вообще на покупку у нас новозеландец ушел на 1000 пунктов да немножко его с утреца продали и потом полдня он выкупался 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 ну опять же если мы сейчас здесь получим стоп ну значит получим стоп но модель у нас формирована красиво бар который был у нас пробойный больше одного АТАра где-то полтора АТАра 20 пунктов короче буду говорить на новых пунктах потому что сам себя путаю 200 пунктов да получается да 200 пунктов вот это больше одного АТАра АТАр на покупку у нас был 700 200 пунктов 1 бар да это 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 где-то почти даже 2 АТАра у нас вот так что вошли в сделочку сидим ждем наблюдаем что у нас происходит посмотрим какие-то другие инструменты ну евро доллар закрепился над уровнем пока что больше ничего не происходит с ним фунтик фунтик у нас тоже да тоже такой себе застыл возле этого уровня была небольшая просадочка у нас но в принципе больше ничего проторговка по уровню идет вот австралиец австралиец тоже немножко задержался возле уровня 550 дальше пошел вверх импульс но остановился сейчас откатился и вот вообще застыл да новозеландец мы вошли у нас появилась рабочая модель наша ложного пробития дальше смотрим канадец 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 у нас оторвался от уровня да и как бы зафиксировался сложными пробоями с подходами к уровню сложными пробоями в принципе по канадцу тут тоже можно было входить на шорт с 200 пунктовым стопом и вот уже 400 уже бы даже перенеслись в безубыток зря я тут этого не сделал консолидация у нас была раз два два три бара у нас пробивало вернулись можно было кстати пробовать входить на продажу так франк франк у нас поджатый в этом канале ходит в канале кстати сегодня франк очень даже хорошо у нас может поработать вечером да то есть уже через час вот через час доллар иена доллар иена у нас ну не достигла она этого уровня да и тоже вот сейчас стремится вниз но здесь ну хотя тоже у нас здесь двадцать двести двести пунктов ну двести на шестьсот это конечно очень сильно будет вряд ли инструмент сможет обратно пронизать два этих самых два уровня да давайте посмотрим что у нас вообще здесь происходит происходит у нас здесь следующая картина но пока что только вошли на на двадцать пунктов да еще тридцать мы не прошли поэтому это может быть легкое проскальзывание и дальше цена может полететь дальше к уровню вверх пока что иену иену не заходим да и нету у нас здесь чистой нашей модели да ложного пробоя такой ложный сложный здесь удар здесь было ложное прокалывание да здесь очень хвостяра здоровенный такой ну такое вообще вообще некрасивая модель вот и очень надо огроменный ставить стоп ну как огроменный для кого огроменный для кого нет как говорится но вообще в принципе в принципе тоже иена в очень сильной перепроданности может быть и пришло время ей немножечко откатиться и вниз да целый день иену скупают прям вот как начали и уже она больше тысячи пунктов прошла а как мы знаем после такого сильного да движения в одну сторону обязательно должен быть хотя бы 30 процентов откат ну в принципе до этого уровня может дойти а тут мы уже и в безубыток сможем вроде перенестись да а нет нам безубыток 400 пунктов это это аж сюда за уровень опасно друзья опасно вряд ли дадут от продать столько сколько все это выкупили у нас очень опасная ситуация ну что ж следим за новозеландцем ставлю на паузу будем надеяться что моделька у нас отработается пока что все все идет в нашу сторону красивенькая формация у нас и пока что цена устремилась в нашу сторону итак друзья вроде бы рынок идет в нашу сторону да отрабатывается моделька ну не факт конечно что она отработается потому что импульса вниз тоже нету но уже больше 100 пунктов прошло да но сегодня я еще и хотел начать отрабатывать потихоньку вечернюю ночную такую да стратегию рабочую стратегию поэтому друзья на сегодня наверное дневник трейдера дневной я закончу вот и начну уже записывать вечернюю стратегию вот а отработался отработался ли наш ордер да наша сделочка отработалась ли то завтра утром вернее в завтрашнем дневнике вам покажу ну в принципе на сейчас все увидимся в вечернем друзья в вечерней нашей стратегии в вечернем дневнике трейдера вот здесь пока что друзья все все всем пока подписывайтесь на канал не забывайте о розыгрыше не забывайте что теперь только от вас зависит то количество средств которые сможет заработать канал и которые вы сможете разделить между собой все всем пока пока друзья перехожу к ночной стратегии